Это видео будет прилагаться к новостям РИА новости. Очень тяжело возвращаться мне в 15-й год, когда потерялась моя дочь и последний день её получается трагически. Вот именно в этом месте остановилась машина Ниссан Тида, в которую села моя дочь. Хотя мы изначально пошли по ложному пути от свидетельницы Василины Баргаяковой, что якобы моя дочь перебежала вот в том месте через дорогу и села на автомобиль марки Жигули, семёрки, пятёрки, шестёрки. А на самом деле оказалось, что дочь в дорогу не перебегала, а шла вот навстречу движения. И вот в этом месте останавливается машина Тида. Около минуты они стоят, потом дочь, я не знаю, какими этими, села в автомобиль. И машина разворачивается, вот видеокамера стоит, как чётко было бы видно номера автомобиля. Когда потерялась моя дочь, все дела эти были у Кичеева, оперативника, который по розыску. В эти дни Кичеев, Роберт, он не выехал сюда, не выявил видеокамеры, хотя видеокамера, вот она ещё рядышком здесь стоит. Не выявил свидетелей, может быть, какие-нибудь свидетели должны были бы оказаться. Не опросил ни соседей. Короче, вообще он сюда ничего не выезжал и ничего не сделал. В то время можно было бы выявить этот автомобиль. Ещё раз повторюсь, вот видеокамера стоит прямо. Вот в этом месте он разворачивался. А кто выяснил, что тут останавливалась машина? Это Фирсов Дмитрий, начальник отдела по преступлениям против личности и его команды. Вот, пожалуйста, вторая видеокамера. Вот эти видеокамеры я понадеялся на Кичеева, конечно. Но это видеокамеры, что этот, что тот, это я сам лично всё устанавливал. Детализацию звонков, как дочь у меня потерялась, как двигался телефон. Всё детализацию, всё я сам делал. Запилинговал телефон, где последний раз включался телефон моей дочери. Это я всё сам делал, без помощи оперативника. А не этого даже Кичеев, Роберт, не сделал оперативник по розыску. И смотрите, вот, видеокамера вторая, вот она стоит. А буквально, ну отсюда сколько, метров 200 машина остановилась и развернулась, и поехала бы. Если бы Кичеев, Роберт, всё бы тогда, всё-всё бы сделал, проверил видеокамеры, всё, наверное, намного быстрее бы мы нашли дочь и выявили этого преступника. Теперь нам всё известно. Ну, тварь, скажем, лебедя. Ещё раз повторюсь, это видео будет прилагаться к РИА-новости. Наверное, уже видели эти статьи именно на данный момент по этим двум следователям, из-за которых мы потеряли своих детей. Я лично потерял от этой твари свою дочь. По всем данным, по этим преступлениям проходит лебедь, на которых 10 преступлений, из них 4 убийства, изнасилования, грабежи, ну и так далее. Давайте, я очень долго работал. Вот этот блокнот у меня находится, сколько я работал, когда у меня потерялась дочь. Я работал по дочери, потом взял всё обширнее, которые терялись девушки. Девушки по Хакасе. Все-все вот эти данные у меня есть. Теперь я смело могу говорить. Происходит преступление в апреле месяце 13-го года. Лебедь эту девушку побил, изнасиловал. Какими путями она вырвалась. Вырвалась, ткнув в глаз лебедю. Вырвалась, сбежала, добралась сама до какой-то АЗС. Оттуда позвонив в полицию. Прибыли полицейские. И это дело попадает к следователю Кандаурову. Понимаете, вот эта потерпевшая всё-всё-всё-всё тут излагает, всё-всё, как это было. А Кандауров, опросив её, после чего потерпевшая Итаки в таком состоянии, ну, в шоковом состоянии, конечно, за себя не может защитить. А этот следователь Кандауров к ней отнёсся по-хабски и какими путями он её уговаривает, чтобы забрать заявление. И объясняя тем, что доказать не получится. Также, ну, тут ни в какие рамки не входит. Они также предлагают привезти лебедя на беседу. Она была просто в шоке. Как она поясняет, мне поясняет. Потом они меня уговорили, и я написал заявление, что не имею претензий к лебедю, а также она пишет расписку, что якобы вернули ей её личные вещи. Хотя ей ничего, это, из вещей ничего не вернули. И как она мне поясняет, говорит, я просто хотела быстрее бежать с этого дурдома. Ну, это не дурдом, а здание УМВД. Также направили в этот же день на экспертизу, которую она прошла. Смотрите, в марте 2014 года тут опять потерпевшая обращается в УМВД. Но я буду говорить, я с ними со всеми беседовал, и все их слова буду говорить. На тот момент она, на тот момент была она отрезок, когда садилась в такси. Но лебедь этим нам сейчас всё известно. Также её вывез за пределы города, по-моему, да, Усть-Абаканского района. И против неё, против её воли, были произведены насильственные действия. При этом лебедь заломал ей руки за спину. Она также чудом вырвалась. Но во всех этих эпизодах лебедь блокирует двери. Она вырвалась и на попутке добралась до дома. Хотела покончить с собой самоубийством. При этом напилась таблеток и попала в больницу. Когда она находилась в больнице, приехал участковый. Я не знаю, так возможно, невозможно, с больницы он её привёз на Штинки на шесть. Также она поясняет, что её допрашивал Попов. Говорит, что были оперативники. Смотрите, что в первом эпизоде, что в этом эпизоде. Ну, к ней относились с усмешкой. Говорили, что она сама захотела. Ну, и там в разных позах. Ну, короче, смеялись на ней и унижали, как хотели. Также она говорит, просто я, говорит, оттуда хотелось сбежать. То же самое, она была в шоковом состоянии. Такие поступки в её адрес со стороны правоохранительных органов. Потом вот она поясняет. Потом через несколько дней также её вызвал следователь Попов Алексей и уговорил её отказаться от заявлений, что якобы это преступление не раскрыть. После чего она пишет заявление под диктовку следователя Попова. Также предыдущее заявление, что против меня было преступление, он с компьютера стирает при потерпевшей. Ну, как так всё это можно-то? Попов также попросил её, попросил её, то ли уговаривал, то ли упрашивал. Ну, непонятно это, но потерпевшая говорит. Ну, якобы скажи, что ты это всё выдумала там, с родителями поругалась, настроения не было. Ну, понимаете, какое отношение со стороны правоохранительных органов? Что в первом случае, что во втором случае. Смотрим дальше. Третье потерпевшее, которое произошло в июне 2014 года. Так же я пообщался. Ну, тут, смотрите, потерпевшая со своей подруги вызывает услуги такси 220-220. Или везёт, или, Максим, я это уже утверждать не буду. Так же подъезжает таксист. Ну, известна марка даже, Рено Логан. Рено Логан, шашечка. Так же подъезжает, садит их, увозит в первую очередь подругу, потом везёт её, её так же, так же вывозит, так же вывозит её за пределы города. И тут совершает своё всё задуманное. Ну, вот я пообщался, ну, как она мне рассказывает. Так же заблокировал двери, остановился, заломил ей руки за спину. Потом начал залазить под подол платья, оголить ягодицы. Ну, она, видите, тут тоже на хитрость пошла. Просто сказала ему, что якобы в туфлях будет неудобно. Потом, после чего, сняв туфли, она стала наносить удары этому твари прямо по лицу. После чего вот этот, так скажем, насильник избегает. Но она после этого вышла на улицу, выскакивает на улице, а этого таксиста уже нет. Так же после этого, после этого, так же она обращается в полицию, значит, Тинкина 6, что неизвестный пытался её, пытался её изнасиловать. Вот так же, ну, тут её направили на судебно-медицинскую экспертизу, где были обнаружены, да, кровопотёки на руках. Так же допрашившись следователем в следственном комитете, но она, данные не знает, ну, просто говорит, женщина. Ну, эта потерпевшая так же получила отказной материал, что уголовное дело не возбуждается. Ну, видите, как она говорит, я, говорит, юриспруденция в этом, говорит, не разбирается, ну, и дальше, дальше, дальше не пошла. Понимаете, этот таксист-маньяк ходит как на работу, охотится за девчонками, женщинами, а следователь Кантауров это, как получается, прикрывает. А прикрывательство преступления, это, понимаете, совсем другая статья 316-я. Следующая потерпевшая, четвёртая потерпевшая, я также с ней пообщался, это произошло в феврале 15-го года. Ну, тут то же самое, она вызывает такси 220-220. Также подъезжает Рено Логан тёмного цвета. Также он её вывозит в квартал, по-моему, в квартал молодёжный. Также против неё он произвёл насильственные действия против её воли. Так, изнасиловал, избил, и своими словами запугав её, что он её убьёт, хотя она упорно сопротивлялась. После всего этого она также обращается в полицию. Как он её привёз, он даже соизволил довезти её по адресу. Когда она зашла в квартиру, быстро знакомому попросила, чтобы он быстро выбежал и посмотрел госномера. Что знакомый это и сделал. И сразу после этого они вызывают полицию. Вот что она говорит. Приехавшие сотрудники, она рассказала всё, 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 что он её побил, угрожал убить и изнасиловал. Когда её привезли на Штинкина 6, то есть тут её впоследствии и её опрашивал следователь со Следственного комитета. Опять же Попов Алексей. Ну что у неё, больше других следователей нет. Я... Она также всё, 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 всё подробно рассказала, как всё это произошло. Впоследствии, впоследствии, через какое-то время следователь ей отправил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Когда она получила это постановление, она пришла к Попову на приём. Ну, как она говорит, он даже не стал меня слушать, просто сказал, что её постановление, что в её постановлении всё написано и по коей причине отказано. Ну и тут явное изнасилование прошло. Попов даже её не направлял на экспертизу. Ну, понимаете, все потерпевшие, которые попали в МВД за помощью. Все, все, все они были в шоковом состоянии и что на них было покушение, а в МВД их, ну, смотрите, какое, какое обращение. смеялись, усмехались, уговаривали, чтобы они не писали за или не. И вот по этой потерпевшей, если бы Попов всё бы сделал, всё бы сделал, как положено, конечно бы, моя дочь и другие, и другие, Якова, Литвинова, все бы они бы сейчас были живы. И вот после этого случая ещё есть потерпевшие, но эта тварь бы уже бы давно сидела за решёткой. И вот я хочу именно вот к этим следователям, но это следователи просто для меня, для меня они в кавычки, что Кандауров, что Попов, кто им такое право дал решать чужие судьбы. Пусть они решают судьбу своих детей, детей близких, а не чужих. Понимаете, вот я сколько работаю по этим делам, у меня всё внутри кипит. Всё внутри кипит. Я даже не знаю, как это всё объяснить. Таких следователей, таких следователей, и вот как оперативник по розыску Кичаев, их надо в тришею оттуда гнать. Но я буду всё делать ещё раз, буду повторить, всё буду делать возможное, чтобы вот эти следователи, вот эти следователи сели на скамью подсудимых рядом слебедем, твари. Меня ничего это не остановит. Я с Генеральной прокуратурой Российской Федерации созванился, буду добиваться, чтобы моё видео попало на центральное телевидение. Буду обращаться в человек, в человек и закон. Всё, всё возможное буду делать, вот может быть откликнуться, как Реа новости, но я надеюсь, они мне ещё помогут. Так, пойдёмте дальше. Вот пятая потерпевшая. Это произошло в августе 15-го года. Так будем говорить. Этот урод, тварь, решается на следующее преступление против беременной женщины. Против беременной женщины. Но это уже ни в какие рамки не лазит. Но как она говорит, она уснула, и лебедь что-то ей подсыпал. Когда она очнулась, против беременной, которая вот-вот должна была родить, попытался её износить, также подсыпал что-то, может быть, снотворное или что-то, она этого не знает. Когда она очнулась, она была, ну, как она в одурманенном состоянии, ничего не соображала, её грудь и половые органы были обнажены. Ну, это из её слов. Он её трогал, гладил, ну, как она говорит, грязными руками. Против неё тоже совершилось насильственное действие сексуального характера. Когда она вырвалась, после этого, избежав от лебедя, она обнаружила, что на руках, ну, на пальцах не было обручального кольца, в кармане были деньги, денег нету, ну, и сотовый сотовый телефон. И вот сейчас я пример приведу. Смотрите, оперативные работники СУОМВД и вот эти потерпевшие, так скажем, ну, гражданские простые люди, они совместно с мужем, совместно с мужем, устанавливают, там, парни и девчонки ехали с ней в этой, в этой такси, устанавливают, находят этих парней и, и, и девушек, да, парни по описанию лебедя, ну, описывают лебедя и говорят им, откуда было вызвано такси. Понимаете, они находят эту услугу такси Максим, по-моему, приехав туда, гражданские люди, приехав туда, пообщавшись с диспетчером, наверное, да, да, диспетчер, да, указывает, да, у них, у них есть, у них есть такой водитель, водитель такси, и при этом показывая фотографии лебедя, потерпевшая, узнал о него, ну, и после этого, после этого они также обращаются в органы внутренних дел по Щетинкиной 6, что было на меня покушение со стороны лебедя этой тварью и что в ее отношении произвел насильственные действия также сексуального характера. После всех этих допросов она этого следователя не знает, ну, просто, говорит, подошел молодой человек, ну, данные, не знаю, ну, и сказал ей, что состав преступления со стороны лебедя нет. Если бы он бы избил или изнасиловал, то тогда бы был бы состав преступления. Почему было отказано, в связи с чем, я не знаю. Но это я про следователя еще в конце скажу. дальше шестая потерпевшая этот лебедь лебедь тварь также также вывозит ее за пределы за пределы города за пределы города и совершает против ее воли насильственные действия сексуального характера. Также блокирует двери, заламывает ей руки за спину, впоследствии совершает, так скажем, свои деяния. После этого она также обращается в полицию. Ой, извиняюсь, она в тот день в полицию не стала обращаться, ну, говорит, у нее было такое состояние, приехав к ее подруге, было, говорит, такое состояние, ну, ее все-все трясло. Она, говорит, я даже некоторые нюансы не помню, как она добралась до дома, и все постоянно, все постоянно плакала. Ну, в тот день она не обратилась, но через несколько дней, через несколько дней она приехала к этой же, к своей подруге, и поехали по делам, также вызвали такси, и что вы думаете, они вышли в такси и едут, и она так смотрит, вот, пожалуйста, вот этот, вот этот таксист, который совершил против ее насильственные действия сексуального характера, что она говорит, она говорит своей подруге, говорит, ну, вот, вот этот таксист меня носил, но они между собой разговаривают и говорят, надо в полицию, лебедь услышал или почувствовал это, он резко останавливает машину, высаживает этих пассажирок, не вся в деньги и быстро уезжать, при этом, при этом они запоминают номера машины и сразу же сразу же после этого они обращаются в полицию но тут ее опрашивал следователь девушки в присутствии в присутствии полиции вот что она говорит все они смеялись так надо мной издеваясь относились к ней с неуважением также спрашивали что она хочет добиться своим заявлением понимаете ее изнасиловали изнасиловали побили еще ну со стороны МВД я говорю издевательское во всех во всех почти эпизодах издевательское отношение отношение к потерпевшим также они у меня спрашивали что они что она хочет этим добиться со своим обращением заявлением в полицию она им отвечала чтобы не было таких жертв как она понимаете нет чтобы не было жертв и чтобы посадили якобы лебедя в тюрьму тяжело конечно говорить про этих оперативников следователей вот она еще раз повторяется они просто смеялись надо мной смеялись и говорили нет никаких доказательств что у нее нет телесных повреждений а что из-за повреждений только что ли обращается в полицию за помощью что ее надо было побить что ли убить после этого после как она говорит после этого следователи и сотрудники полиции они уговорили ее написать документ какой-то или заявление что она не желает привлекать его к уголовной ответственности и что претензий к нему не имеет что ее обращение или заявление бесполезно также попросили отказаться от судебной медицинской экспертизы также сотрудники полиции тыкали ну тыкали ей что не было чем чем рассчитаться за проезд такси хотя хотя она как села в это такси сразу сразу отдала деньги вот смотрите во всех этих эпизодах шести которых потерпевшие были изнасилованы избиты побиты ограблены со стороны правоохранительных органов вообще ничего не было сделано как как одна мне выразилась мы еще бы немного и оказались бы не потерпевшими а подозреваемыми понимаете у МВД и так низкий рейтинг а с такими отношениями ну кто к ним за помощью пойдет я еще раз повторюсь а вот к этим следователям у меня особое особое внимание будет я пойду до конца до генеральной прокуратуры человек из закон может быть на мое видео обратят наши местные чиновники депутаты прокуратура ну хотя я вот не в прокуратуре вот смотрите у меня сколько обращений и я всегда одно и то же говорю к ним обращайся не обращайся не обращайся я результат наперед знаю никаких нарушений не выявлено никаких нарушений не выявлено смотрите вот по этим эпизодам только сколько сколько тут нарушений вот из-за таких оперативников следователей этот таксист безнаказанно выходил выходил на работу охотился за девушками за женщинами а правоохранительные органы на это все закрывают глаза вот именно следователь Кандауров Антон и следователь Попов Алексей также хочу обратиться к нашим адвокатам у нас их в городе очень много чтобы защитили потерпевших вот сейчас на следователи заведены уголовные дела ну по одной потерпевшей я скажу она забитая скромно никуда не ходит дом дом работа она не сможет себя защитить я еще раз говорю обращаюсь к адвокатам которые может быть откликнуться нормальные порядочные просто адвокаты но безвозмездные я с потерпевшей разговаривал не неоднократно понимаете были бы мои у меня такие полномочия как я бы с удовольствием с удовольствием пошел пошел бы ну понимаете ну по закону да потерпевшие они потерпевшие и мы если бы вот эти следователи вовремя в 13-м году вот этот Кандауров ну там все все явно ну ты просмотри эти видеокамеры которые дорога идет на подсине этих видеокамер куча как будто следователь сам работает ну ты как у вас там правильно предписание указание ну да оперативникам работникам пусть они поработают это явное стопроцентное раскрытие преступления было это в 13-м в 13-м году он бы уже бы сел в 13-м году и еще раз говорю и не было бы жертв и пострадавших ее стороны в других эпизодах преступлений там явно описывается такси шашечки такси шашечки услуги такси номера указаны марка марка автомобиля там одна потерпевшая с подругой указывает прямо указывает номер автомобиля такое ощущение наши оперативники они или неграмотные или не умеют работать но скорее всего не 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 хотят не хотят работать как я вернусь к оперативнику по розыску этому Кичееву захожу я в кабинет ему объясняют то 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 езжай проверяй все все а он сидит такой и показывает мне вот такую стопку бумаг говорит Виктор Николаевич смотрите у меня сколько конечно если он будет сидеть в кабинете там не только такая стопка будет а вот такая стопка будет понимаете надо работать работать как раньше работали в 80-е годы как вы думаете они работали они работали на энтузиазме а вы сейчас работаете ради 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 зарплаты хотите ничего не делая и получать получать хорошие деньги но такое но такое не бывает если пришли на работу ребята надо работать работать и еще раз работать я еще раз скажу нету у вас очень низкий рейтинг а вы еще себя так ведете и в конце я бы хотел сказать еще раз я пойду до конца это я просто это я так просто не 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 оставлю должны быть наказаны во всех этих эпизодах выявлены нарушитель или или как к ним выразиться что ничего ничего они не делали еще раз я обращаюсь может быть найдется хороший адвокат стать на защиту вот этих именно потерпевших а ну а попов же а попов же ну у человека я думаю ни совести ни гордости он на суд приходит с двумя допустим хоть он приходит с детьми адвокатами и что он там детский лепит какие-то доказательства или 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 что он или что он там приводит буду я идти до конца это видео прилагается к реа новости еще раз повторюсь и в конце я хочу у нас есть не только плохие ну конечно у нас хороших людей намного больше и оперативников работают работников намного больше главное чтобы они относились к своим обязанностям ну как подобает я пример приведу и хочу отблагодарить фирсова дмитрия начальника отдела по преступлениям против личности его ребят его 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 команду если бы не вот эти ребята вот эти наверное я думаю преступления бы так и продолжались со следственного комитета следователя на Кирова 100 Тарасенко Наталью следователя по особо важным делам Андрейку Светланы Евгении ну и конечно бы хотелось от себя лично отблагодарить руководителя следственного комитета генерала майора Расчупкина вот бы вот таких людей у нас побольше ну я имею ввиду работников что в следственном комитете что в МВД то наверное бы вот таких преступлений очень очень громких не совершали очень большое спасибо я хочу сказать вот этим следователям оперативникам кто бы также хочу отблагодарить кто помогал в розыске моей дочери родственников знакомых друзей соседей волонтеров большое огромное вам спасибо и низкий поклон спасибо 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 Продолжение следует...